Доброе утро всем! Сегодня у нас огромный сюрприз для всех белорусских телезрителей. С нами на связи наша землячка, замечательная певица Наталья Подольская. Доброе утро! Добритша! Доброе утро! Всем привет! Отдельный привет мы передаем на втором плане сын Натальи Артемии. Артемий, доброе утро! Он тут также будет участвовать в нашем интервью. Нам очень приятно, что белорусские... Поверьте, Борис! Нам очень приятно, что белорусские музыканты в это время не сидят сложа руки. Вот недавно альбом выпустил Дима Колдун. И совсем недавно у вас тоже вышел альбом, который называется «Плач». Расскажите нам о нем немного, потому что звучание немножечко для вас новое. Спасибо большое! Да, 6 марта вышел мой альбом. И действительно, этот альбом имеет совершенно другое звучание. Другие песни. И можно сказать, после того, как я родила ребенка, я переродилась и в творческом смысле, потому что мне очень захотелось чего-то такого смелого, быстрого, драйвового, дерзкого. И в этом альбоме только две лиричные композиции, а все остальные, они динамичные. И с таким посылом для сильных женщин, для женщин, которые бы ничего не боялись, шли вперед. Однажды пришла идея перед выходом альбома задать вопрос своей аудитории в Инстаграм. Как вы думаете, как он будет называться? Это глагол, первая буква «пу», последний мягкий знак. И было очень много удивительных просто предположений. И я очень много глаголов новых узнала. Самый необычный глагол и самый необычный комментарий, который мне очень понравился, это «пресни кофе». Наташа, заглавная песня вашего нового альбома, собственно, тоже называется «Плачь». В Инстаграм вы поделили, что это подарила ваша подруга. Скажите, вообще такая практика, когда вы принимаете в дар песни, может быть, от своих поклонников, либо от друзей, это вообще часто? Нет, «Плачь» — это вы перепутали с другой песней. Подруга, не просто подруга, а, между прочим, дочь нашего знаменитого Валеры Дайнека, Вика Дайнека, которая не имеет отношения к «Фабрике звезд», это полная тезка, да. Песня называется «Останься со мной», это насчет этой песни я говорила, да. А песня «Плачь» — это заглавная песня к альбому, и вот сейчас карантин потихонечку начинают отменять постепенно, и буквально вот через неделю, дни 10, я приступлю к съемкам клипа на эту песню, все-таки решилась, да. Ну, мне она безумно нравится, она, мне, это такая редкая песня, когда я пришла записывать ее в студию, я просто встала к микрофону и спела ее буквально за рекордные сроки, потому что очень-очень она мне нравится и близка. Наталья, образ... Такую историю драматичную, мне кажется, каждая девушка... Проживала. Извините, Юра, вы не девочка. Да, в своей жизни проживала. Ну что же, я очень чувственный человек. Но тем не менее, это не отменяет моего вопроса. Вы часто принимаете в дар, вот поклонники, не знаю, там в Директ, в Инстаграм присылают, говорят, «Наташа, пожалуйста, спойте мои песни». Нет, такого не бывает? Ну, я очень тщательно отбираю, конечно, музыкальный материал, и поклонники редко дарят песни, они... Я очень люблю делать репосты каких-нибудь видео от поклонников, когда они выкладывают или клип со мной, или какую-то съемку со мной. Обязательно всегда видно в Инстаграме, что тебя выложили, и я вот часто-часто выкладываю. И в ответ потом, ой, спасибо, мы там в таком восторге. В общем, это такая коннект-связь получается обратная. Наталья, образ в клипе будет такой же экстравагантный, как на обложке, то есть тоже короткие розовые волосы, неон. Ну, розовых волос не будет, это будет еще более экстравагантно, но пока не могу вам открыть тайну. Но идея этой экстравагантности принадлежит мне. Я давно об этом мечтала. Ой, ну мы будем ждать. Про волосы, кстати. Мы знаем, что Владимир покрасил вам волосы, это обсуждают все. Как вы дошли до такого? Да, 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 это был яркий момент. А он согласился? Нормально? Да, вполне, вполне. Вова, в принципе, хороший, покладистый муж. Наталья, сейчас очень много проводится онлайн-концертов, у вас тоже 30 мая состоялся, в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом. Расскажите, какой отклик получил концерт? Ну, плач там была, если я не ошибаюсь. Да, была, была, да, была. На самом деле удивительный получился концерт. Я получила сама огромное удовольствие, во-первых, от формата, который он проходил. Музыкальный формат, это два музыканта, пианино, инструмент наш, и акустическая гитара, такой анплаговый состав. И я просто кайфанула от этого звучания, мы потому что играем, ну, с большим коллективом, барабаны, фас-гитара, да, электро-гитара. А тут такое, все песни получились более интимные, более такие, ну, я, как творческий человек, получила сама огромное удовольствие. Потом мне показалось, что было очень по-домашнему, очень душевно. Я там нечаянно палила в обуву все время, который снимал нас. Он совершенно был не готов к съемке, он был очень небритый, в домашних шортах. Сразу предупредил, только ты, пожалуйста, меня не снимай. И там вот эти технические моменты, переключение плана общий на селфи. В общем, мы просто катались от смеха, и все это есть в эфире. Это можно посмотреть, у меня в Инстаграме он сохранен. Очень много положительных отзывов. Вот я сохранила этот концерт и выложила в своем Инстаграм, в других социальных сетях. И честно вам скажу, я удаляю негативные отзывы, потому что я считаю, что в моем доме обо мне должны говорить только хорошо. Правильно. Но тут я не удалила ни одного негативного комментария. И это очень греет, мне безумно приятно. Это не может быть неприятно. Ну, концерт, да, действительно, получился очень душевный, очень такой добрый, домашний. 20 мая, Наташа, вы со своей сестрой отпраздновали день рождения. Это продолжение наших тем. Как вообще отпраздновали? Мы видели фотографии в Инстаграм, все в сирене, красиво в этом готовили пирожки. Расскажите, как вообще вы проводите праздники? Ну, так как обычно очень много друзей, то мы собираемся в основном в каком-то ресторане, а тут круг пришлось урезать, это была семья, она у нас тоже очень большая. Отмечали дома, была сирень, это самый важный атрибут дня нашего рождения с сестрой, это наличие сирени, потому что в детстве папа всегда в этот день дарил всем нам девочкам, маме, нам и старшей сестре по такой хапке сирени. Ну, такой символ дня рождения. Поэтому я сказала мужу, если ты не подожжешь мне сирень. Домой не приходи. Да, ну, да. И он попросил, подговорил водителя, который где-то ее нарвал. Это было очень здорово, потому что запах по всему дому. Был торт, был ужин праздничный, ну, такой очень домашний, с детками. Ну что же, Наталья, большое спасибо вам за то, что вы уделили нам время. Мы поздравляем вас со всеми праздниками, уже состоявшимися и будущими. И самое главное, друзья, открывайте ваши любимые платформы, скачивайте альбом «Плачь» и наслаждайтесь хорошей музыкой от нашей любимой белорусской и российской артистки Натальи Подольской. Спасибо. Я очень рада была с вами поболтать. Всем здоровья, добра и счастья. Пока. Няхай живе, Беларусь.